Привет всем, с вами Редмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим об изменениях программы добровольного переселения соотечественников, которые проживают за рубежом. Указ президента Российской Федерации 12 мая 2020 года, номер 322. Он вносит определенные изменения, новшества, поэтому мы сейчас их обсудим, обговорим. Вначале хотел бы также сказать, что если вы являетесь участником, проходите эту процедуру переселения или уже прошли, получили паспорт Российской Федерации, проживаете в субъекте, укажите, в каком, во-первых, субъекте вы участвуете или участвовали и с какими сложностями вы столкнулись. Просто, чтобы об этом знали другие, может, комментарии читают. Итак, поехали. Значит, первое. Теперь член семьи, участника госпрограммы по переселению, переселяется совместно с участником не в Российскую Федерацию, то есть общее понятие, а в конкретный субъект Российской Федерации. То есть законодатель здесь уточнил, что член семьи, совместно переселяющийся с участником программы, переселяется именно в субъект, а не в Российскую Федерацию. Это первое. Второе. Расширили членам семьи участника и его супруги. Подчеркиваю, супруги или супруга. Вот здесь также расширен, значит, круг лиц. Включили сюда и приемных родителей, бабушек и дедушек и внуков. Это тоже значительно расширили этот перечень. Третий момент. Добавлен новый пункт, пункт К. Жилищные субсидии для участников, значит, программы переселения членов их семьи. А также с пояснением о том, что жилищные субсидии – это социальная выплата участнику госпрограммов по переселению членов их семьи, которая необходима на приобретение жилищных помещений, право на получение, которое удостоверяется сертификатом. То есть, порядки, которые выдаются по образцу Российской Федерации. Порядок предоставления данной жилищной субсидии определяется правительством Российской Федерации. Это тоже новшество, тоже также, значит, закрепляется данным указом. Внесены изменения в пункт 18 данной программы. Теперь участнику госпрограммы выдается свидетельство не на 3 года, как вот ранее, а на 5 лет. Но, значит, указ вступает в силу с 1 июля, поэтому с 1 июля 2020 года такое свидетельство будет выдаваться на 5 лет. Сейчас на 3 года. Еще одно изменение в пункте 20 внесение связано с тем, что закрепляется за участником госпрограммы и членов его семьи право на получение государственных гарантий и социальной поддержки. В новой редакции также изложен пункт В, в котором законодатель прописал, что участники и члены его семьи имеют право на получение подъемных. И размер этих подъемных определяется с учетом прожиточного минимума, который восстановлен в субъекте Российской Федерации для вот этих социальных демографических групп населения. Поэтому с учетом будет прожиточного минимума. Напомню, что прожиточный минимум выше, чем в рот, и поэтому это тоже достаточно важное изменение. Также появляется новый пункт, пункт Д в этом указе. Он дает право участнику и членам его семьи, который переселяется на постоянное место жительства на территории приоритетного заселения. Подчеркну, что именно на территории приоритетного заселения право на получение жилищной субсидии с федерального бюджета. Размер этой субсидии будет определяться с учетом рыночной стоимости одного квадратного метра и общей площади жилого помещения по субъекту Российской Федерации. Но это будет именно на территории приоритетного заселения. Таким образом, право на получение субсидий подтверждаться будет государственным жилищным сертификатом. Размер субсидий определяется, сходя из показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъекте Российской Федерации. Но это будет актуально именно на территории приоритетного населения. Я обращаю на это ваше внимание. В случае утрата статуса участника программы госпереселения и статуса члены семьи участника программы путем добровольного отказа, выезда за пределы субъекта на постоянное место жительства, определенного по свидетельству ранее, чем через три года, естественно, это будет вести и повлечет за собой взыскание затрат, которые именно были связаны с выплатой подъемных, предоставлением субсидий и так далее. В принципе, все. Вот такие изменения по данному указу. Плюс, что увеличивается срок до пяти лет выдачи свидетельства, появляются жилые субсидии, расширен перелечение участников именно по супругу, супруге. Также здесь конкретизирован немного по субъекту. И есть уточнение о том, что теперь будет размер подъемных определяться с учетом прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. Подчеркну, что данный указ вступает в силу с 1 июля 2020 года. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал. Всего доброго вам и успехов в реализации данной программы и получения гражданства Российской Федерации. Всего доброго вам! Спасибо.